Два вида мана мы обсудили на мансароваре. Один ман это стаи бхава. Ман раса випроламба раса. Випроламба раса, если есть причина, то она всегда кроется в ревности. Если у этого ревнивого гнева действительно есть причина, то тогда Кришне придется приложить усилия к тому, чтобы его разрушить. Но если ман без причины, то он может сам собой рассеяться. И существует шесть путей, посредством которых Кришна пытается разрубить ман Радики. Шам, Шам, Бед, Дхан, Дхан, Нати, Апекша и Расантара. И Расантара. Когда Радика с ним, Кришна имеет шесть техник в его арсенале. И когда Шамати Радика сердится на Кришну, то у Кришны в арсенале есть шесть техник, посредством которых он может разрубить этот ман. Шам означает утешать Радику, успокоить ее такими сладкими словами. Кришна сказал, ты можешь быть жесткой ко мне, как гром и молния, или ты можешь быть мягкой. Но все же, при любых обстоятельствах, ты моя прана. Потому что у меня нет другого, иного прибежища, чем ты. Поэтому я подаю им птички с шокорой, которые питаются лучами исходящими из Луны. Я признаю, что я был неправ. И я обещаю, что я никогда больше себя так вести не буду. И так вот, утешая Радику сладкими словами, Кришна может рассеять ее ман. Это его первая техника. Как Кришна узнает, что ман рассеялся? Есть два признака. Либо Радика улыбнется. А если Радика не улыбается, но вдруг в глазах ее заблестели слезы, то это значит, что ман ее разрушен. Как улыбка или слезы. Тогда их лила начнутся. Одна саки наблюдала за тем, как Кришна обращается к Радике сладкими словами. Радика не отвечала. И вдруг, слышав нектар слов Кришны, Шимати Радика опустила голову и слезы застроились из ее глаз. Одна саки очень была счастлива. Она сказала, что сейчас ягья для Купидона начнется. Потому что калаш поместили на правильное место. Прежде чем вы начнете огненное жертвоприношение, вам надо установить калаш. И когда вы его устанавливаете, надо воду на него полить. Она жаловала в этом месте, потому что когда Радика улыбнула свою голову, вода пошла в калаш, и теперь ягья может начаться. Таким образом эта саки шутила, потому что Радика опустила свою голову и пролила водичку на этот калаш, который был установлен. Это Ман Бан Глие. Кришна вторая техника Кришна называется Бед. Бед означает вносить разделение в группировке. Все политики изучают эту технику. Как это сначала разделить, а потом завоевать. Если Кришна может применить какую-либо из саки подружек Радики на свою сторону, то тогда это может послужить причиной тому, что в группе начнутся какие-то неполадки, разделения, раздоры. Затем Дан. Дан means giving a gift. Это означает давать подарок. На самом деле Кришна иногда правда может подарить какой-то подарок. Или временами Кришна просто предлагает себя как подарок. Знаете, он себя в коробочку засовывает. Однажды Мама Яшода складывала многие подарки в коробку. Кришна сказал, мама, что ты делаешь? Я занята, не отвлекай. Нет, мама, скажи. Я готовлю подарки для Шимати Радики. И Абхимани их доставит. Она запаковала коробку и закрыла все на замочке. Потом она пошла найти конца, который бы доставил сообщение Абхимани, что он может прийти и забрать коробки. Кришна пришел со своими друзьями, взломал замок. Вышвырнул все подарки. Сам влез в коробку и сказал другу, закрой-ка на замок теперь. Тогда Абхимани пришел, выдрузил себе эту коробку на спину. И он так потел уже весь, но тащил. Наконец он прибыл в Яват и поставил эту коробку прямо перед Радики. Радика сказала, все, теперь ты свободен, молодец. И он ушел. Тогда Радика задумала, что такое мама еще допасала. И она открыла коробку и оттуда выпрыгнул радостный Кришна. Кришна не мог с Радикой встретиться, потому что она была в Мане. И так временами он дарит подарки, а временами он сам является подарком, дарит себя. Временами он может быть подарком. Если какая-то гопи на него обижается, как Бадра Саки, он может сказать, о, Купидон знал, что я сегодня приду на встречу с тобой. И он хотел, чтобы я доставила тебе подарок в виде сапфирового ожерелья. Какое сапфировое ожерелье? Это Сам Кришна. Тогда она улыбнулась, и ее ман ушел. И тогда она сказала, а он мне тоже сказал дать тебе золотое украшение. Это означает украшение на груди. Ожерелье. Сам, обед и дхан. Следующая техника называется нати. Это означает предложение поклонов. Если ман Радики чрезвычайно интенсивный, очень сильный, его просто никак невозможно ничем, убрать, никак невозможно рассеять, то тогда же и Кришна просто склоняется перед стопами Радики. И его корона с павлини пером, она касается ее стоп. Но все же... Но все же ман Радики не проходит, но когда слезы Кришны коснулись стоп Радики, тогда она подумала, что да, он, правда, не может принять его. Но даже если это не работает, тогда техника номер пять приходит в действие. Так как план А, план Б, план С. Это называется упекша. Пренебрежение. Кришна пыталась снова и снова все, но все равно Радхарани, она не оставила ее салкиму. И Кришна тогда ему может сказать, если ты так будешь продолжать себя вести, я просто ухожу. И он так сделает вид, что он уходит, постарается применить технику упекши, пренебрежения. Потом ему придется быть зависимым от других составляющих. Время, место и его флейта. Временами Ман может уйти под влиянием времени. Весна может настать. И из-за влияния этого времени Радхарани, ей могут быть навеяны какие-то воспоминания, и тогда даже если она сердится на Кришну, все равно под влиянием погоды, этот Ман может быть рассеян. или это может быть время, место. Just like in Gita Gavinda, Radharani ran away from Krishna in Raslila. Gita Gavinda описывает, как Радхарани сбежала от Кришны во время танца расы. Она обрела по лесу. And then she sat down in a kunja. And then she looked around. She said, Oh, Sakhi, I've been here before. Then she remembered... Oh, this is where I first met with Krishna. Потом она поняла, это место, в котором я впервые встретилась с Шипришном. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Это указывает на то, что ее чита пришла в состояние полной разберегенности. Потому что то, что очень интимно, то, что конфиденциально, что не должно быть проговорено, открыто, теперь проговаривается Радикой. Она говорит, я пришла сюда, и я очень страстно ждала Кришну. Но время шло, и я очень стала беспокойной. Я вышла из Кунджа, и мы глазами беспокойными, подобно беспокойным глазам оленей, я смотрела по сторонам. И моё лицо, оно проходило такие прогрессии, изменения, что сначала я ожидала, потом я забеспокоилась, потом я расстроилась, потом я еще более расстроилась, а после я потеряла всякую надежду. Но я не знала, что Кришна прибыл на место встречи еще до меня. И он скрывался. Он просто хотел понаблюдать за красотой моего лица, которая меняет свои изображения. И когда я становился очень смешным, тогда я слышал шум. И когда я совсем уже пришла в состояние полного беспокойства, то вдруг Кришна неожиданно выпрыгнул из кустов и громко смеялся. Затем он подошел ко мне. Из-за того, что это была наша первая встреча, я очень смущалась. В этом способе Радика расставила ее сакхи. Это означает, что, хоть она была в мане с Кришной, но влияние этого места не могла вспомнить Кришну, и она стала очень уверена, чтобы меня встретили. Это означает, что Радика была в мане, но под влиянием атмосферы, под влиянием того места, в котором она находилась, она стала вспоминать те сладостные мгновения, которые они пережили. Временами звук флейты Кришна может растопить сердце Радики. Если все это не срабатывает, то план номер шесть. Он называется Расантара. Ман – это один из видов расы. Расантара означает прерывание в одной расе другой расы. Если Кришна вдруг может поменять настроение, то ман уйдет. И он двух видов – ядрича и буддипурвака. Ядрича означает «по воле провидения». Ненамеренно. А буддипурвака означает «по сознательной воле Кришны». И он присел рядом с ней, но она пребывала в мане и не разговаривала, не отвечала ему. И затем вдруг, откуда ни возьмись, вдруг раскаты грома появились, молния, шторм. Эта саки, она вдруг подскочила со своего места и так бросилась Кришне, обняла его и сказала «Кришна, спаси меня». Таким образом, ман был разрушен Расантарой. А в временами это может быть буддипурвака, Кришна делает это что-то не может. Это означает, что Кришна намерена это делать. Однажды Кришна сел в кунжи рядом с Радика, а Радика его игнорировала. И Кришна сказал «А! А! 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 Ох!» «I have been bitten on the hand by a deadly poisonous five-headed insect». Меня ядовитое, пятиголовое насекомое только что ужалило в руку. И вдруг он закатил в глаза и повалился на землю. Радхарани, она забыла о своем мане и так подбежала к Кришне, бросила с нему и стала спрашивать, Кришна, с тобой все в порядке? И Кришна умирала от яда. Умиравший от яда прежде, он вдруг начал смеяться. Слушай, это уже перешло все границы, Радхарани не могла помнить, что она до этого длилась на Кришну. Поэтому это называется Буддипурвака Расантара. Однажды, когда Радхарани была в мане, Кришна подумал, я сейчас постараюсь применить технику дана, подарю ей подарок. И он сделал прекрасную гирлянду и предложил ее Радхарани. Радхарани вдруг быстро ее сняла и бросила Кришну в лицо. И Кришна, воспользовавшись ситуацией, претворился, что один из цветов проткнул ему глаз. И когда она подошла ближе, то Кришна ее поцеловал. Кришна, это место, который называется Мангар. Это место, который называется Мангар. Это в различных цветах, в которых Радхарани expressит ее любовь к Кришна. И Кришна, его эгонность в отношении к ней, увеличивается. И по множественным способам. Он пытается поцеловать этот Мангар. Это изображение его отношения к ней. Так что все эти лилы, они выясняют любовь между Радхараном и Кришном. Дюгалапритти. Не временами Шамати Радхарана проявляет свой Мангар. И этот Мангар служит таким образом, что он заставляет любовь к Кришне усиливаться. И Кришна старается всяческим образом услужить Шамати Радхаране, доставить ей удовольствие. И возводит его любовь до высочайших пределов. Потому что он является одной из вариаций прямо Радхаране, ее любви. Мы услышали все это Катху, но все же возможность в Саду Санге так и не пришла. Тогда есть только последняя техника остается. Нам Сангир. Храм был построен. Парабуджи Паширан. Есть Бобой. И он также защищает весь этот лес и построил здесь два красивые сады. И его параграмма очень большая, около 15 000 человек. И его параграмма огромная. Порядка 15 000 человек принимают участие. И мы будем присоединиться к ним, чтобы праздновать Гопастани. В Радхаране. Парабуджи Паширан. Парабуджи Паширан. Также у них есть Гошала для защиты коров. Везде в Радхаране, которые не забывают, они обращают их и берут их. Теперь у них есть 35 000. Они собирают коров, которые бездомные, которые совсем уже брошены. И больные, они их тут выхаживают и держат их. Порядка 35 000. Коров сейчас насчитывается в Гошае. Когда мы поднимемся наверх, мы сейчас еще не на саму верму. То вы тогда еще получите Дархаране. Он довольно неправильно. Он такой большой Гошала. Потому что Шри Даман говорит к Кришне. Какой же ты настоящий пастух? Если у моего отца 11 лат на втором пау. Он не дачливый. Не только получить Дархаране, а варшанадхам. Не только получить Дархан варшанадхам. Но без Дархана, чистого преданного Шри Шри Раде и Кришне, тетриятра она не будет. Incredible, supernatural service for this Браджадхам. Отсюда вы можете увидеть самую большую, огромную Гошалу во Брадже, которая насчитывает 35 000 коров. Более даже. Многие места во Брадже, они все разрушены. Но посмотрите на этот Гахарван. Это более красиво, чем Брадже. Почему? Потому что любовь Браджи Брадже. Он также впечатляет все Браджи баси. И он тоже. Не оставлять историю, не оставлять культуру своей страны, и петь, и танцевать прославляя Брадж. В частности совершая Браджа Мандал Париграмму. Махараджи's Брадж Мандал Париграмм party is not like this party very small. Группа Махараджа, она не такая как наша маленькая группа, она огромна. 20 000 people walking everywhere on foot, no buses, no hotel room, no attached bathroom, camping in the forest. Они разбивают лагерь в лесу. So we also will go and meet with Maharaji Париграмма, by Krishna willing, on Gopashtami day in Rabha. И по милости Krishna, по празднованиям Gopashtami, браво ли он присоединився к париграмме Махараджа. So I humbly request Maharaji, you can tell just a few words to inspire the universe. The disciples and sishya and prasishya of Bharaput Pajshuda Bhakti Danta Narayana Goswami Maharaj. Maharaji is saying, by having your darshan, I feel I am also purified. Он говорит, получит два, но я чувствую сам, что я очистился. Крпа кака чаматкар хе, китни дур Раша. А у хаа се сундугай хо, е Крпа как чаматкар хе. How astonishing is the mercy of Shemati Radharani, that from very far away places, like Russia, France, Switzerland, New Zealand, Italy, America, England, So Maharaji is saying, he feels, oh, Jammatkar, astonished by the mercy of Radhani Krishna. И как удивительно, Милоши Мати Радхики, что преданные со всех стран, которые только что причинили в Италии, Испания, Франция, Россия, различные преданные, они приехали сюда для того, чтобы услышать Вараджа Мандрала по ригамам, получать даршин святой обители. Maharaji говорит, что это чаматкар, это удивительно. Крпа самутрки дурико дуриниманти. Дешки дурико дуриниманти. Крпа самутрки дуриниманти. Яси, у меня есть маленькие бхатки, которые привели сюда и вперед. Устали с этими бхатами. Это было 500 лет назад. И как это говорит, что это, что в море небесы немыль не считает ни дистанции. Нет никакого расстояния пространства. Нет никакого расстояния пространства. Для океана милости никто далеко не находится. Все могут быть близко. Эта милость распространяется по всему миру и призывает вас сюда. 500 лет назад Чейтани Махапуру, on foot from Jagannathpuri, he walked through the forest of Jarykhanda and came to Brajmananda. And to celebrate this also, one group of Gaudiya Vaishnavas from Jagannathpuri, they walked on foot many miles through the Jarykhand forest and arrived here in Brajmananda also. Некоторые преданные, они проделали тот же самый путь, что проделал Чейтани Махапуру и прошли от Jagannathpuri, через Jarykhanda и прибыли в Brajmananda. So mercy sees no distance. Поэтому видите, милость у нее нет границ. Божьяматкар декхне Крапатаху. Адаплогу. Крапат гепатлогу. Иси дана Крапатхе. Махараджи is saying, what more can I say to you? In his humility, we are coming here to get blessing, but in his humility, he is thinking he cannot give blessing because you are all Kripa Patra, you are the recipients of that ocean of mercy. So you won't cause any more inconvenience to Maharaj? You can see, though he has been doing this Brajmananda Paragrama for many years, yet every day he is very carefully preparing to give very beautiful kata in the Ujni. Вы можете своими глазами увидеть, несмотря на то, что Махарадж, он столько лет уже проделывает Brajmananda Paragrama, он увидит, как очень тщательно он готовится к своим классам. With all the pramahans, throughout the shastra, he is collected of the glories of each place of Brajmananda. Махарадж собрал различные pramahans, доказательства и шastra, приславляющих те или иные места, Maharajah Maddhali, и все он их цитирует, приводит своих пасам. So we will not make any more disturbance. Maharaj will continue his absorption and then be ready to go. Soon he will go and give class there to the Prakrama Paragrama. It's a translation, all right there. Almost done. Almost done. The book has been written from here, the translation in Russian is being made. So under Maharaj's guidance, one of his very, the prominent disciples, Muralika Devi, she has made one book about the glories of Brajmananda. In Hindi it was published a few years ago. and you can download it for free. As soon as it came out, I downloaded it. But now, Maharaj is saying it's almost finished, the Russian translation is almost done. Actually, English translation is almost finished. The Russian are between. Oh, okay. English translation is almost finished, and Russian translation is just now coming. Actually, it's like an encyclopedia of Brajmananda volume 1. So more will be coming. I want to tell just one small story. One time, I went to the Kirtan of Maharaj. He was singing a very beautiful Kirtan. Of Krishna, doing Raslila in Kamya Vanya. Afterwards, I went to Brajj Rajaprabhu and asked, this Kirtan is very nice, is it available in any book? He said, oh, yes, I'll see. So then he asked someone, do you have this book? So one of his associates ran and he came back with his copy of the book. But he didn't give it to me. He opened Maharaj's own box and put that devotee's copy in Maharaj's box. Then very lovingly he gave me Maharaj's own copy. Then I took out some, actually, I have no pockets. I called someone, please, give me some money. And he wanted to pay something. and he said, All Parikrama is free. Rasada is free. Accommodation is free. Little books free. Everything, only out of love. So this is Maharaj's mood giving to all this in his shelter. Everyone, give Pranam to Maharaj. You can leave some Pranami from your heart for savor of all cows and brachita. taonta. Haram, puu, j psychologically. See you under the bay~~~ Chaala! Yaaaaaayat !